Привет! Сегодня влог от камеры. Господи, как неудобно на этой камере, что вот... Как я еще не потеряла, я не знаю. В общем, сегодня я иду первый день... В общем, сегодня у меня первый день обучения в школе Гуара Витесян. Я пока не знаю, можно там снимать или нет. Я очень надеюсь, что все-таки что-то у меня получится поснимать. В общем, сегодня я вас приглашаю пройти через день со мной. Еду я туда на метро. Сейчас меня муж довезет до подземного лимузина. И поеду, потому что там перекопал этот уважаемый человек всю Москву. И, короче, ехать часа полтора-два, а на метро 15 минут. Капец, вот это я зашла, короче, в туалет. Здесь чеки-телефон. И вот что делать в таких ситуациях? Я просто в руки никогда не беру чужие вещи. Сейчас пойду быстрее охрану искать. Ну что, просто завезение. Мой стакан с кофе. В общем, вот здесь вот студия. Тут пока еще закрыта. Мы ждем начало занятий. И там студия, где, собственно, делают макияж и всякое такое. Я не знаю, пока на обучение можно будет снимать или нет. Кстати, ну, телефон, все передали охране. Все нормально, я надеюсь. Попросили приехать к 11, потому что регистрация. Я приехала к 21, зарегистрировалась. И до 12 лет надо посидеть, подождать. Все мои 10 отбородков все рассмотрели. Смотрите, это скоро не будет уже, я надеюсь. Что вы наблюдали снова в Аркфаусе, найдите актуальные кадры. У меня обуви по телефону. Я реально не знаю, чем уже заняться, чтобы в следующий интернет включался, сейчас включился. Ну ладно, раньше приехать отбудше, чем поздно. Да, ко мне Маргарита приехала. Что будем снимать с ней? Фото до и после. Это до? Но я накрашена. Нет, до будет... До! Я все умею! Да, до будет грустно. Не грустно, а я вам расскажу потом технологию до. До, естественно, берем до. Нет, знаешь, там надо прям, ну, лицо росло, где-то сейчас все научу. То есть, видите, надо позировать, учить. Не только после, если что. Ну все, в общем, мы идем туда, снимать вроде, ну, сейчас вроде можно будет, потому что, ну, надеюсь, что можно. В общем, начинаем. Ситуация до, да, ситуация до. Так, ну что, ты начинаешься потихонечку чувствовать голливудской звездой Скайлайтером? Может, я еще сейчас покажу на инстатографию до, а после. Так, ну давай, покажи нам свою красоту. Ну, все, как сказали, да? Смотрите же, красота какая. Такой, блин, легкий макияж. Ну что, ну, подожди, ты теперь налегу в цепи. Состоятельно, мне не было конкурсика всего, я сейчас слышала. Вот она вся правда. Так, ну что, ты прекрасно. Что вроде как бы, я что-то. Место вызывает зависимость от селфи. На ковровую дорожку быстро побежала. Паргарит. Ну все, макияж есть. Бриллианты только что смотрели. Жениха нет. Жениха нет. Платье. Я считала, что он сам голом красивый, я пойду нарядный. В общем, еще надо. Действительно. А Дон Педро приложится для Донны Розы. Пошли. Это бизнес-центр Никольская Плаза. Здесь, ну, и магазины, и офисов много там наверх. И три с половиной человека. Почему мы с тобой дошли до метро? Тут вон начинается эротика, а Дона Педро еще не имеет. Не предвидится, господи. Ну подожди. Смотрите, так красиво развиваются. Мне холодно. Метро. Я сегодня ездила в метро. Мне, кстати, было норм. Я ехала на метро. Мне было норм. Я тебе... Пизд, тебе кажется, ты ездила в метро. Не хочу подписаться, когда английском. Мир, дверь, мяч. Ты куда от меня побежала? Пизд, по ним холодно, я не помню. Да, стой. Очень холодно. Я не знаю, сколько градусов. Градусов 10 наверх. У нас вообще подружка приехала из Аркутска. Но не к нам, а на свадьбу. Мы сейчас едем тусить. Да, но не к нам. Не к нам, а к нам на свадьбу. Небольшой секрет. Ты вообще не к нам на свадьбу? В общем, к нам. Заберись. К нам на свадьбу. К нам приехала наша подруга. Сейчас мы едем, а вот на шахмот приехал уже. Да, ну пойдем. Пойдем. Короче, мы идем кушать. Мы идем кушать, тусить, короче. Ну как тусить, по-стариковски. Прийти в сыроварню и покушать сыр. Бурат, это вообще любовь на последнего времени. Да, всем привет. Это Наташа Ильина. Это наша. Мы познакомились в Китае. Я не знаю, там что-нибудь слышно. Адон на розыск. Да, я тоже плохо. Вот, познакомились мы в Китае. И до сих пор дружим, потому что сколько лет? Три года. Можно говорить, что там люди как-то по-моему едят. И тоже три года. Да, то есть познакомились по работе. Наташа нам помогала с переводчиками, с поставщиками. А вот теперь идешь, под фламурной чекулей в сыроварне сидим. Что там? Так, кто там макияж? Макияж, только голос съели. Так, что вроде... Да, ничего не потекло. Все нормально. Ну, мастер, потому что красил. Что ты там сделаешь за перегрузку? А, чтобы ты не видел, чтобы я тебя видел. Макияж не хватило. Нет, вроде такой макияж. Я все равно была на свадьбе. А ты мне целый делал? Нет. А ты мне флотики. Отправлю на флотики. Прикиньте, там прям вон сыр жмякает. Прихожу домой и из гламурной чекули превращаюсь в человека собаковода. Ну, я не собаковод, конечно. Короче, дождь. Мне было лень их одевать комбинезонами. Так интересно, кто-то задал вопрос. Типа, а зачем таким пушистым комбинезоном? Да потому что на улице такой срачельник. Там же вот эта вот вода вся с грязью. Ну, вот вспомните, зимой же часто такое бывает. Блин, там, кстати, вот это вот все, это товары распродажены на нашу следующую по косметике. Но об этом все будет отдельно. В общем, вспомните, зимой, когда идешь, слякоть. И джинсы сзади все грязные, потому что ты идешь, ну, и как бы подлетает это все. И у них живот, попа, хвост, вообще просто полностью все брюшко грязно. Хорошо, когда сильно дождь идет, пофиг, потому что просто мокрые. Они поэтому сейчас минут 10-15 я их оставляю в коридоре посидеть. То есть, ну, чуть-чуть. Чтобы сказать, зачем ногу кусаешь? Зачем кусать? Можно чесаться и ногу кусать, оказывается. Вот, я их оставляю чуть-чуть, чтобы они подсыхают, все остальное. Потом дотираю полотенце. В общем, день заканчивается. Сейчас буду мыть кисти, всякое такое. Вот, по впечатлениям от первого дня. Ну, я думаю, что я в конце буду про обучение записывать какое-то видео, потому что, ну, сложно пока. Потому что в любом случае я хочу пройти полный курс и отследить свой прогресс. Но вот то, что я могу точно уже сказать на сегодняшний момент... Давайте я сяду. Собакин был. Собякин. Знаете, он тоже, наверное, любит копать, поэтому мы его Собякин прозвали. Мне тут, говорю, с кондиционером всю эпопе. Вот. В общем, у меня пока ощущение, что идет крутая прокачка макияжного навыка. И что действительно без каких-либо там специфических танцев с бубном, ну, получилось сделать такой макияж, что я фотографирую... Я обычно всегда говорю моделям, типа, сделай селфи, потому что это, типа, будет лучше. Я селфи. Вот. И тут я просто фоткаю и понимаю, что с любого ракурса лицо прям такое гладкое. Ших-ших. Моя любимая ших-ших. Вот. И я, конечно же, на себе буду все тестировать, отрабатывать, перерабатывать, потому что техники очень... Ну, в общем, короче, мне сегодня очень понравилось. И мне нравится то, что это не так, что, вот знаете, что 500 средств, там, 500 миллиардов средств нанес, потом еще волшебной пудрой присыпал, потом добавил кровь девственницы и говно летучей мыши, и у тебя, типа, красотка вышла. Нет, сегодня макияж я сделал... Я долго крашу вообще, я всегда долго крашу. То есть я, когда беру частных клиентов, я говорю, что, ребят, 2 часа закладываем, потому что я всегда люблю с кожей поработать и не люблю торопиться. То есть, ну, прям что вот. Но тут я вот сегодня отработала все вот прям по схеме за... Ну, за час 20 где-то. И при том, что, ну, результат и клиента Маргариту, и меня устроил, и преподаватели приняли. То есть, действительно, я чувствую некий такой левел ап. Страшно представить, что будет дальше. Вот. Тебе страшно представить, что будет дальше? Ты хочешь контуринг или румяна? Почему? Я знала, что начало происходить, и почему-то само начало все приближаться. И приближалось. И приближалось. Вот. Поэтому пока я более чем довольна. Я считаю. А что будет дальше? В коридоре нормально, да, вот, валяться вообще на собаке? Я считаю, что нормально. Как вы все переполошились-то? Вот. Поэтому мы с вами увидимся в самое ближайшее время. Я постараюсь, ну, надеюсь, получится каждый день влоги, снимать по поводу обучения. Все, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok